Николай, сегодняшние удары по объектам энергетической инфраструктуры, насколько это действительно серьезный урон для Киева? Добрый вечер, Слава! Урон серьезный не только для Киева. Россия атаковала сегодня объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких городах Украины. Массированным ударом подверглись Харьков, Днепр, Житомир, Киев. В Киеве был обесточен в результате этого удара, ракетного удара. Это были не дроны. Один из районов, часть столицы, люди многочасов оставались без света, без воды. Были перебои с мобильной связью, с интернетом, и электротранспорт тоже работал не по графику. Сейчас это все большей частью восстановили в Киеве. Я общался с коллегой, который как раз живет на левом берегу Киева, который пострадал от этих обстрелов. Сейчас вроде как все есть, но надолго ли, никто, естественно, сказать не может, потому что не исключены и следующие удары. Вообще, как сказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня, он написал в Твиттере, что с 10 октября в Украине были разрушены, я не знаю, имел ли он в виду, что были полностью разрушены или же все-таки частично повреждены. 30% объектов энергетической инфраструктуры страны, это, естественно, очень много за такой короткий промежуток времени. И надо сказать, что сейчас в Украине, в Киеве очень теплая практически летняя погода, бабье лето, и все эти перебои с энергоснабжением, с водоснабжением горячим, они, конечно же, ощущаются совсем иначе, нежели они будут ощущаться или ощущались бы, когда будет холодная осенняя или же зимняя погода. В других регионах Украины тоже были и есть сейчас на данный момент перебои с электроснабжением в результате ударов России по объектам энергетической инфраструктуры. Но надо сказать, что страдают от этих ударов не только физические постройки, электростанции, турбины, генераторы и так далее, гибнут при этом и работники энергетической сферы. Сегодня в Киеве в результате удара по ТЭЦ на Левом берегу погибли 3 человека, это сообщил мэр Киева Виталий Кличко. То есть это уже официальные данные. Коля, а насколько сильно изменилась жизнь в Киеве на фоне постоянных воздушных тревог и ударов, которых все-таки не было в последние месяцы? Вот последние месяцы, когда количество атак на Киев, количество воздушных тревог, они же тоже имеют психологически определенный эффект на людей, наказывают. Что-то жизнь в Киеве нормализовалась. Конечно же, все знали и понимали, что в стране война. Это видно и на улицах, есть блокпосты, есть какие-то остатки сооружений противотанковых, которые построили еще в феврале, в марте. Но, в принципе, город вернулся более или менее к нормальной жизни. И снова вот эта атмосфера конца февраля, начала большой войны, мы ее почувствовали в прошлый понедельник. На прошлой неделе, когда Киев подвергся массированному обстрелу со стороны России, в школах во многих в Киеве дети ходили нормально на занятия. Естественно, во время тревоги они уходили в укрытие. После обстрела в прошлый понедельник занятия перевели снова в дистанционный режим. Но все надеялись, что в этот понедельник, на этой неделе дети снова пойдут в школу. Все это отменили вчера, после начала массированной атаки при помощи, в том числе, беспилотников на города Украины, в том числе на Киев. То есть минимум до конца недели, до следующего понедельника обучение будет дистанционным. Естественно, это психологически отражается и в плане экономическом, и на родителях, которые не могут идти на работу. Вот за моей спиной центр Киева, это главная улица Киева, Хрещатик. Обычно в это время, это сейчас пик, люди возвращаются с работы, движение в разы больше, чем сейчас. Сейчас хоть и есть машины, но их гораздо меньше, чем в обычное время, чем еще две недели назад. И надо сказать, что тревоги стали дольше, чем обычно. Это, наверное, связано с техническими характеристиками иранских беспилотников, которые Россия применяет в войне против Украины сейчас. Они летят очень медленно по сравнению с ракетами. Там скорость средняя 120 км в час, насколько мне известно. Естественно, они находятся гораздо дольше в воздушном пространстве Украины. Поэтому тревога может длиться 3 часа, 3,5 часа. И у людей есть выбор, прятаться им в укрытие или же продолжать спать, работать и так далее. И вот многие как раз они игнорируют сигналы воздушной тревоги, в том числе потому, что им просто далеко добираться до убежища, либо же убежище крайне некомфортное, они там не могут выспаться, они могут работать. Ну и выбор непростой. И опять же, ввиду того, что к ракетам как-то все более-менее привыкли, потом появились беспилотники, люди просто не знают, что это такое, насколько увеличилась опасность. Точно так же, как и вооруженные силы Украины в первое время, это тоже был большой вызов, он и сейчас остается. Хотя значительная часть этих беспилотников все-таки сбивается. Уже при помощи средств ПВО, которые имеет Украина. Что касается этих беспилотников, которые Россия стала активно использовать для нанесения ударов, известно ли, с какого направления они преимущественно летят, в том числе на Киев? По данным воздушных сил Украины, атаки, которые Россия осуществляла на Киев и северные регионы Украины, это была территория Белоруссия и Курская область. В принципе, от Киева по прямой до белорусской границы это менее 100 километров, и до границы с Россией в Курской области это меньше 300 километров. А вот до Курска отсюда по Google Maps, если посмотреть, это где-то 400 километров по дорогам. Для беспилотников это, естественно, не проблема, потому что они летают на радиус действия, у них очень большой, как для дрона, и составляет сотни километров до тысячи километров. Также были атаки, про которые говорили украинские власти с территории оккупированного Крыма. Ну, это касается южных регионов Украины. То есть, понятно, что Киев и север летят из Белоруссии и России, и из оккупированного Крыма удобно атаковать южные регионы Украины. Несмотря на обострение ситуации, интенсивные удары, произошел новый обмен пленными. Можно ли трактовать это хоть как некий, пусть очень небольшой, но все же позитивный сигнал? Я бы это трактовал как очень позитивный сигнал в гуманитарном контексте. Это важный гуманитарный акт. Это были 108 женщин, которые вернула Украина. Часть из них, они из Мариуполя, но не все. Часть военнослужащие, часть это были гражданские женщины. Одна несколько лет уже находилась в плену по обвинению в шпионаже в так называемой ДНР. И, естественно, для них это было очень важно вернуться домой к своим детям. Там есть очень трогательные истории. Например, мама, которую разлучили с дочкой, они с маленькой, ей 4 или 5 лет, по-моему, они находились в подвалах, а завстали. И потом мама не прошла фильтрацию российской военной. Они поняли, что она военнослужащая украинская, ее забрали в плен. Дочка выехала все-таки на подконтрольную правительству Украины, часть страны. Это важный гуманитарный акт, но я бы не сказал, что это означает какой-то прогресс в переговорном процессе, который, в принципе, отсутствует на политическом уровне. Есть договоренности по поводу обмена, естественно, все это продолжается. Они, это тайна за семью печатями, на самом деле большинство украинцев узнают об обменах уже по факту. Вот вчера все прочитали эти новости. Как велись переговоры, никто не знал. Что же касается именно переговоров по политическому регулированию конфликта, то их на данный момент нет и не предвидится. Сегодня президент Украины Зеленский в контексте обстрелов энергетической инфраструктуры, в том же твите, где он сказал, что 30% электростанции было разрушено, сказал, что это не оставляет пространства для переговоров с Россией. Продолжение следует...